История зарождения Камских полян тесно связана со строительством татарской атомной станции. Параллельно с возведением энергоблоков строились и дома. Но в 90-х по решению Верховного Совета Республики стройку прекратили. А вот поселок, несмотря ни на что, продолжил свою жизнь. Не имея промышленных производств и развитой инфраструктуры, развиваться было сложно. Но это скорее закалило местных жителей. В 2000-х дела начали улучшаться. Поселок стал одним из центров игорного бизнеса в Татарстане. За короткий промежуток времени здесь возвели несколько десятков казино. Благодаря им появились не только рабочие места, но и пополнился бюджет Камполян. Если в 2007-м он составлял 5 миллионов рублей, то уже в 2008-м в казну поселка поступило 32 миллиона рублей налогов. Но и эта эра подошла к закату. Игорный бизнес запретили. За развитие поселка плотно взялось правительство республики. Здесь был построен индустриальный парк. Наладили производство по переработке полимеров. В Камские поляны потянулся малый и средний бизнес. В 2011-м открывается реабилитационный центр. Чуть позже Камскополянский психоневрологический интернат. Все это добавляет рабочие места. С этим интернатом, к слову, приключилась одна курьезная история. Ее пациенты, когда хоронили своего питомца, нашли снаряд времен Гражданской войны. И принесли ее в мастерскую. Затем была эвакуация и подрывные работы. Случай с найденным снарядом говорит о богатой истории поселка. Во времена Гражданской войны здесь проходила Волжская флотилия. А на земле стояли белочеки. В общем, жители Камполян историю свою помнят. Но и не забывают двигаться вперед. В поселке по просьбе жителей появилась ледовая арена. А местная женская команда по хоккею считается одной из лучших в республике. Комплекс «Олимпия» стал центром притяжения для Камполянцев. Здесь проводятся все праздники. На этой площадке соберутся тысячи жителей, чтобы отметить свой юбилей. И, кстати, свои Камские поляны они считают не поселком, а городом. Александр Комаров. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».